Неожиданное подтверждение предстоящего выхода Cataclysm Classic, персональная кей-поп группа Activision Blizzard, а также угрозы команды разработки игрокам Diablo Immortal. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает PandaWov. 28 октября 2023 года в 16.00 по московскому времени на проекте PandaWov начинается невероятное приключение. В этот день для вас будут открыты врата нового игрового мира Мистцов Пандария в версии 5.4.8 с рейтингами X100 и формате PvP, с постепенным открытием контента с 5.0 и множеством интересных модификаций. Конфликт между Ордой и Альянсом вступил в новую кровавую главу в Пандарии, ибо вождь Гороша Адский Крик отправил элитные войска Орды на поиски Божественного Колокола, древнего артефакта Могу, способного наделить его солдат невообразимой силой. Выберите сторону конфликта и помогите одной из фракций одержать верх на игровом мире PandaWov X100. 28 октября 2023 года в 16.00 по московскому времени. Более подробная информация об особенностях, типе мира и других элементах игрового процесса доступна по ссылке в описании. Удачи! Фанко в скором времени планирует выпустить фигурки Малтаэля из Диабло, Керриган из Старкрафта и Короля Лича с Сильваны Ветрокрылой из World of Warcraft. Вероятно новинки будут представлены на предстоящем BlizzCon 2023. В серии фанко-поп уже есть фигурки Керриган, Артаса и Леди Сильваны, так что пока не совсем понятно, то ли это будут совсем новые образы, то ли просто перевыпуск старых. Хотя с большей вероятностью речь идет именно про первый вариант развития событий. Активижн вовсю готовится к проведению выставки BlizzCon 2023, которая состоится уже в конце следующей недели. На этой же неделе в официальном твиттер-аккаунте World of Warcraft были опубликованы снимки находящихся в работе декораций для зоны вселенной Warcraft. Опытные пользователи с Reddit уже выяснили, что представленные предметы по большей части имеют отношение к эльфийской архитектуре, хотя имеются и небольшие споры вокруг рунных камней, которые по некоторым предположениям имеют прямое отношение к Титанам. На тестовом игровом сервере началась проверка обновлений 55.4 для Heroes of the Storm. В нем разработчики ввели различные изменения баланса героев, скорректировали расцветку значков многих способностей и исправили огромное число неполадок разного рода. Стоит заметить, что это обновление стало третьим за этот год, и по всей видимости, Активижн Близзард наконец заставили заняться одним из своих казуальных, но достаточно перспективных проектов. Активижн Близзард запустили эксклюзивную для игроков с тайваньских игровых миров World of Warcraft акцию. За оплату пакетов 90 дней игрового времени они получат в подарок средство передвижения – яйцо волшебного петуха для гнева короля лича классик. Этот скакун, пусть имеет весьма неказистый вид, пользуется огромной популярностью среди коллекционеров ввиду необычной модели, уникальности и редкости. Майнкрафт Сегодня, 28 октября, а также завтра, 29 октября, пройдет третий в этом году турнир Hearthstone Master Tour Fall Championship, на котором 16 игроков с наивым шим рейтингом за последние три месяца сразятся друг с другом за часть призовых в размере 50 тысяч долларов и приглашение на чемпионат мира. Как и прежде, во время просмотра трансляций этого мероприятия на Twitch зрители смогут поживиться двумя комплектами карт Титанов, по одному за каждые два часа. Во все дни трансляции будут начинаться в 19.00 по московскому времени. Разработчики опубликовали небольшой ролик, в котором представили список из 10 самых смертоносных противников и угроз, которые чаще всего уносили жизни персонажей хардкорного World of Warcraft Classic. За первые два месяца существования игры со своей жизнью рассталось 2 961 039 персонажей, то есть в среднем по одному герою погибало каждые полторы секунды. Основные причины гибели в целом перекликаются со статистикой сообщества и представлены следующими противниками. Падение с высоких уступов 74 273 смерти. Кобальд Шахтер 67 717 смертей. Прислужник Демон Бездны 44 891 смерть. Зверолов Избрасыва Справедливости 40 715 смертей. Сетки опасны, да ребята дело такое. Виндиго 35 091 смерть. Погромщик Избрасыва Справедливости 35 070 смертей. Другие игроки 34 894 смерти. Утопление 33 277 смертей. Кобани Эскорт 29 039 смертей. Кобальд Проходник 28 437 смертей. Не стоило теребить его свечу. Amazon Prime Gaming продолжают раздавать награды для основных игр Activision и одним из подарков в следующем месяце стало средство передвижения для актуального World of Warcraft. В ноябре 2023 года подписчики сервиса могут получить бронированного кровокрыла, что некогда продавался во внутриигровом магазине. Несмотря на то, что в Российской Федерации Prime Gaming не работает, можно создать новую учетную запись другой страны и получить все награды. Для новых пользователей первый месяц подписки со всеми текущими бонусами предоставляется бесплатно. Праздник Тыквавина в World of Warcraft в самом разгаре и некоторые игроки Гнева Короля Ильича Классик вовсю посещают всадника без головы с своими многочисленными персонажами в надежде на получение его скакуна. При этом особо расторопные упираются в ограничения на количество запускаемых подземелий, что осложняет задачу. А потому в самый разгар ушедшей недели разработчики удвоили количество посещений с 5 до 10 в час, чтобы им в таком непростом деле помочь. После завершения сделки Microsoft с Activision Blizzard руководство Xbox в лице Фила Спенсера и Сары Бонд отправилось в большой вояж по всем студиям компании, чтобы обозреть свои новые владения. Обосранной скотины они там не нашли, только обосранных разработчиков. Ладно, шутка. На этой неделе они посетили главный офис Activision, где полакомились сладостями и выступили перед сотрудниками с речью. Свидетели обращения отметили в своих социальных сетях следующее. Спенсер не стал отвечать на какие-либо вопросы, сообщив, что пока ему еще нечего рассказать, а вместо этого выслушивал просьбы и мысли сотрудников. По его словам, Microsoft стремятся наладить доверительные отношения с новообретенными студиями и всеми силами помочь им в достижении целей и устремлений, чтобы дать возможность создавать игры мечты. Многие участники встречи отметили, что Фил Спенсер всеми силами старался избегать любых упоминаний Activision в речах, а на зеленом фоне сцены был изображен исключительно логотип Xbox, будто бы намекая, что эпоха зависимости от Activision прошла, и теперь все входящие в ее состав компании получили полную автономию. Однако некоторые руководители Activision, в частности Лулу Ченг Мизерви, занимающие пост исполнительного вице-президента по корпоративным отношениям и всячески отрицающие любую причастность Activision к доведению одной из сотрудниц до самоубийства путем сексуальных домогательств, на мероприятии все же присутствовала и вовсю фотографировалась с лидерами Microsoft. По слухам, хотя об этом на презентации и не сообщалось, руководство компании рассматривает подразделение Activision Blizzard, ответственное за франшизы Warcraft, Diablo, Hearthstone, StarCraft и Overwatch, как некий Pixar от игровой индустрии, надеясь, что они вновь станут первопроходцами и инноваторами в разных жанрах и технологиях. Тем не менее, они оставляют в себе окно полагать, что эти команды, как и Pixar, могут не оправдать ожиданий, а поэтому их может ждать упразднение. Activision Blizzard запустила новую промо-акцию по оплате подписки для World of Warcraft. Мигроки, которые разом приобретут 12 месяцев, получат бонусы текущей 6-месячной акции, а также 3 средства передвижения, 2 наземных и летающие для современного Warcraft, а также одно летающее отдельно для Гнева Королевича Классик. Более того, до конца января следующего года будут представлены дополнительные бонусы, которые пока остаются секретом. Сейчас же мы с уверенностью можем говорить о том, что пользователи Dragonflight получат транспорт Гигантский Герлок, Мерцающий Лунный Зверь и Восхитительный Волноуз. Участники же сообщества классической версии обзаведутся транспортом Кошмарный Изумрудный Дракон и Питомцем Бульк. В ближайшие полторы недели будут проводиться матчи группового и глобального финалов турнира Overwatch World Cup 2023, за просмотр трансляций которых на Twitch будет можно получить внушительную порцию косметических наград, в том числе ряд оранжевых киберспортивных обликов, граффити и визитки. Свяжите свои учетные записи Battle.net и Twitch, в нужные дни насмотрите определенное количество часов трансляций официального канала Overwatch, чтобы получить эти бонусы. 29 и 30 октября за 3 часа просмотра выдадут набор граффити World Cup Group A Team, за 7 часов домашней и выездной облики World Cup Group A Team, за 10 часов набор граффити World Cup Group B Team, за 14 часов домашней и выездной облики World Cup для Фары. С 31 октября по 1 ноября за 3 часа выдадут набор граффити World Cup Group C Team, за 7 часов домашней и выездной облики World Cup для Эхо, за 10 часов набор граффити World Cup Group D Team, за 14 часов в сумме домашней и выездной облики World Cup для Зари. С 3 по 5 ноября за 1,5 часа выдадут граффити World Cup 2023 Let's Rush, за 4,5 часа домашней и выездной облики World Cup для Анны, за 6 часов граффити World Cup 2023 Let's Dive, за 9 часов домашней и выездной облики World Cup для Бастиона, за 10,5 часов визитку World Cup 2023 ТОП 16, за 13,5 часов домашней и выездной облики World Cup для Кулака Смерти. Кроме этого, в игре доступны для приобретения комплекты финансовой поддержки команд турнира и по достижению первой цели все игроки получат 43 значка в честь каждой команды, а при получении второй цели 16 уникальных аксессуаров для оружия в честь лучших команд. Лучшие игроки в истории World of Warcraft из коллектива Progress каждую неделю усиленно трудятся над улучшением своих результатов в скоростном прохождении самой сложной версии Цитадели Ледяной Короны, героического режима на 25 игроков. Чтобы добиться наиболее оптимальных результатов, порой игроки идут на некоторые ухищрения и используют уязвимости сражений. Так, например, рейдеры выяснили, как полностью избежать одной из самых неприятных механик сражения с Синдрагосой, эффекта «Освобожденная магия», что периодически накладывается боссом на ряд заклинателей и наносит тем урон всякий раз, когда они применяют умения. Урон растет с каждым применением, и потому жертвам приходится тихо уходить в свой уголок, чтобы не вредить себе и другим, а это весьма негативно сказывается на показателях, особенно если не повезло лекарю. Эта механика имела несколько неполадок, и часть из них уже исправлена, но кое-что осталось. Как в своем видео рассказывает игрок Прогресс, создатель видеоконтента Сарт, по какой-то причине «Освобожденная магия» не накладывается на персонажей, которые в момент начала сражения не вложили таланты в деревья. Видимо, игра на запуске боя определяет специализации персонажей, и с их учетом, уже во время самого сражения, распределяет эффекты. А поскольку без талантов определить, какую роль исполняет игрок нельзя, то начинает их полностью игнорировать. Поэтому деятельные игроки начинают бой с Синдрагосой без талантов, и после этого тотчас раскладывают их как надо, а затем вовсю пользуются преимуществами облегченной версии сражения. Очевидно, что это эксплойт, пусть и не самый драматичный, а потому чисто теоретически разработчики могут исправить его в ближайшее время. Гонка за звание первых в мире в Амирдрасиле вот-вот начнется, и сильнейшие гильдии уже вовсю готовятся к этому напряженному мероприятию, вступив, и если так можно выразиться, в начальный этап. Вслед за Эко и Метод, коллектив Ликвид попросил сообщества о помощи в прохождении Надежды Сна в раздельном формате, и назвал суммы, которые за это готов заплатить. Эта североамериканская гильдия предлагает 150 тысяч золотых монет за участие в прохождении рейда в обычном режиме, и 250 тысяч за его зачистку в героическом. В обоих случаях для получения вознаграждения требуется полностью пройти Амирдрасил от начала до конца, а потому ускользнуть после пары тройки боссов золотом не получится. Разумеется, игроку нужно обладать достаточной экипировкой и минимальными навыками для успешного прохождения рейда, установить виг аура от организаторов, а также отказаться абсолютно от любой добычи, которая ему попадется. Награды будут высланы помощникам не сразу, а в течение трех месяцев после того, как гильдия победит эпохального Ферака, если, конечно же, победит. На текущий момент ЭКО предлагает 500 тысяч случайному участнику рейда в нормальной сложности, и каждому по 150 тысяч в героическом. Метод готовы выложить за аналогичную услугу 150 каждому в нормальном формате, и по 200 каждому участнику рейда в героическом. Суммы, предложенные Ликвид, были озвучены уже ранее. На официальном сайте Diablo Immortal в ходе прошедшей недели была опубликована заметка, в которой разработчики призвали игроков к честной игре, и сообщили, что будут вводить наказание для жуликов, читеров, ботоводов и эксплойторов, которые им попадутся, в том числе блокировать навсегда без предупреждения. Стоит заметить, что пользователи на Reddit уже достаточно давно жалуются на происходящее, замечая, что в этом мобильном проекте достаточно тяжело встретить живого человека, ведь у нас практически всегда окружают управляющие персонажами машины. На уходящей неделе Activision Blizzard представили совместный клип с достаточно знаменитой кей-поп-группой La Serafim, которая записала композицию Perfect Night для Overwatch 2. Участники группы представлены в клипе в роли существующих персонажей, среди которых можно обнаружить Бригитту, Диву, Трейсер, Кирика и Сомбру. В честь этого события в игре началось специальное мероприятие, которое позволит получить уникальные облики для своих персонажей из этого ролика. Стоит заметить, что приглашение кей-поп-группы для создания музыкальных видео по игре не является чем-то новым, и родоначальники этой концепции Riot Games уже достаточно давно практикуют подобный подход для продвижения League of Legends с помощью легендарной KDA. На этой неделе открылась ранняя распродажа в честь грядущего BlizzCon 2023, и среди новых товаров нашлась футболка с изображением Нелториона, главного персонажа и злодея дополнения Катаклизм, что напрямую указывает на то, что оно будет анонсировано в ходе предстоящей выставки. Некоторые новостные порталы, а также блогеры восприняли это с невероятным воодушевлением, хотя ничего невероятного в этом нет. И данное дополнение на этом канале прогнозировалось еще в конце Burning Crusade Classic, а среди активной аудитории World of Warcraft тяжело найти тех, для кого его анонсирование станет неожиданностью. На этом и я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!